Сегодня гость программы «Окупай Эверест» опытный альпинист Керим Актаев. Имеет первый спортивный разряд. Побывал на всех высочайших вершинах СНГ. На пик Ленина, пик Хантенгри, пик Корженевской, пик коммунизма и пик Победы. Получил звание «Снежный барс». За всю историю альпинизма, начиная с 1961 года, всего 654 человека в мире побывали на всех пяти семитысячниках СНГ. Им присвоено почетное звание «Снежный барс». Данная авторская программа посвящена первооткрывателям и тем, кто бросает себе вызов каждый день. В общем, да. Для того, чтобы взойти на пик Победы, нужно гораздо более сильную подготовку проходить, чем, допустим, для того же Ленина. И Победа, она не зря считается самой серьезной из этих гор. Она по уровню сложности... Те, кто ходили на восьмитысячники, говорят, что она соперничает с некоторыми восьмитысячниками. Трансфер откуда начинают? Трансфер, в принципе, возможен и пешком, но если кто-то захочет именно сходить, уложиться в сроки, то лучше сразу залетать на вертолете. И Ми-8, да? Да, Ми-8 МТВ. Забрасывают туда грузы, забрасывают туристов, кто хочет просто посетить, допустим, базовый лагерь, погулять там. И забрасывают непосредственно восходителей на Хантенгри и на Победу. И оттуда уже начинаете? Сколько дней это все длится? Закладывать на это желательно около месяца. А акклиматизацию где проходит? Хантенгри или там же? В зависимости от необходимости по маршруту, допустим, у нас такой необходимости ходить на Хантенгри уже не было. Поэтому мы акклиматизировались сразу на Победе. Во-первых, мы узнали маршрут первоначально, то есть мы его первоначально уже прошли, подготовили себе места, подготовили пещеру на акклиматизационном выходе, на 5800 мы выкопали пещеру. И уже при именно восхождении мы были полностью готовы, мы знали, где что находится и прошли уже непосредственно весь путь. Акклиматизационный период длится сколько дней? Допустим, у нас было два акклиматизационных выхода. То есть мы прилетели в базовый лагерь и первым делом пошли, прогулялись до середины пути между базой и первым лагерем. Просто прогулка. Ну так, для такой небольшой акклиматизации. Высота? Высота базового лагеря 4200. Первый лагерь находится на 4500. Следующий лагерь находится на 5. Там на перевал Дикий. Следующий на 5800. Прямо на склоне. На первый акклиматизационный выход мы вышли, прошли первый лагерь, провесили ледопад. Вылезли на 5000, там переночевали, поднялись на 5800, выкопали пещеру. Там вроде как была пещера, но ее засыпало, и пришлось заново все копать. И там провели ночь. После этого спустились в базовый лагерь на отдых. Вот это вот был акклиматизационный первый выход. Вторая акклиматизация, все то же самое, но мы уже прошли до пика Важа-Пшавелла, и там акклиматизировались. После этого снова спустились в базовый лагерь и отдохнули. Просто без этого уровня акклиматизации взойти на такую высоту, не просто взойти, а еще там работать, потому что очень сложный путь. Ну, практически нереально. Финиш на 7000, на пике победы, мы были уже следующим выходом. И там у нас был очень интересный момент, что состав нашей команды постоянно менялся. Изначально мы были втроем. Я, Виолетта Фуксиниди и Тамара Лунгер из Италии, девушка. Когда мы прилетели в базовый лагерь, то там встретились еще с другими людьми, которые тоже хотели сходить на победу. И на акклиматизационный выход на первый мы пошли уже, по-моему, 6 или 7 человек было. Акклиматизировались. При выходе на второй акклиматизационный выход у нас добавилось еще 3 человека. Но во время подъема у нас произошел несчастный случай. Обвалился ледопад. Страшное, конечно, дело. И одного человека просто смыло. Он переходил в это время на ледовый склон. Его просто зацепило вот этими вот ледовыми кусками, глыбами, которые летели. И опрокинуло. Он упал на землю. Он пролетел там метров 7, наверное. Просто вот так. И когда мы к нему подбежали, то стало ясно, что ему уже нужно на лечение. Поэтому вызвали сразу же вертолет. Эвакуация. Да, эвакуация. Вытащили его на ледник. Посадили вертолет. Затащили его туда. И отправили его. Переночевали. И рано утром пошли на вершину. Первооткрыватели. Авантюристы. Энтузиасты. Инноваторы. Предприниматели. Один из ключевых участков маршрута является подъем на ледопад. Вот как раз в том месте, где у нас был несчастный случай, во время несчастного случая я в это время жмарил наверх. Там полторы веревки. Нужно подняться по ответственности. И плюс при подъеме непосредственно уже на Важа Пшавелла с лагеря 5800 заканчивается, так скажем, пешеходная часть маршрута. И уже дальше нужно немножко лезть. Ну, там простые скалки, но все равно висят старые веревки. Можно в них щелкиваться с жмаром для страховки и уже передвигаться с помощью альпинистской техники. Скорее всего, утром мы вышли, получается, чтобы штурмовать вершину. И сколько часов шли? Мы вышли в 4 часа утра и на вершине были в час дня. Отлично. И поскольку спуск был тоже непростым, в лагере, в этом же лагере я оказался где-то часов в 6 вечера. И там ночевали? Снова ночевка, потому что очень тяжело было бы сразу. И на следующий день сразу спуск во второй лагерь уже на А5 тысяч. Самое главное, что к такой сложной горе нужно готовиться. Как говорится, в Викторе Лаус Проперещена, как бы победа любит подготовку. Любит, очень любит. Нужно быть готовым и к преодолению вот этого ледового участка. То есть, просто так, без подготовки его очень сложно преодолеть. И также нужна очень хорошая физическая подготовка. Физическая подготовка. Необходимо обязательно акклиматизироваться. без акклиматизации там делать нечего. Но и нужна команда. По поводу физической подготовки ее, конечно, необходимо начинать намного заранее, чем даже месяц, полгода. Желательно готовиться год. Очень хорошо. Много бегать, выезжать в горы куда-то. Ну, это непростая гора. Да. Самый северный семитысячник, да. Отлично. Спасибо вам большое за то, что уделили свое время. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Друзья, подписывайтесь на канал Окупе Эверест и смотрите новые выпуски. Спасибо. Спасибо.